Сегодня буквально все пользователи социальных сетей в городе обсуждали одну и ту же новость. В Кирове бахнуло. В нашей рубрике соцобзор мы собрали лучшие версии, что же бахнуло или кто же сделал этот бабах. Рубрика соцобзор. Поскольку основное местодействие происходило на экранах мобильных телефонов, снимать буду именно так. Итак, в 13.35 прозвучал хлопок и сразу же, через 30 секунд после этого, понеслось. Что такое только что взорвалось? Хлопнуло на весь город? В еще непопулярном, пока у кировчан сервисе Перископ, тут же появилась онлайн-трансляция. Сейчас я нахожусь в Кирове. Кругом какой-то дым. Был очень большой хлопок. Вот сейчас что-то происходит непонятное. Облака уже рассеялись почти. Но дым... Дым стоит вот такой вот дружной кучкой. В общем, может быть, кто-то в курсе, что случилось. СМИ пока замалчивают. Информации нет. Те, кто пошустрее, выложили скриншот сервиса слежения за самолетами, где было ясно видно, что ближайший лайнер находится под Советском. Следовательно, виноват во всем этом совсем не самолет. Но всех успокоили в управлении гражданской защиты. Это был самолет, он был военный. Именно поэтому на флайт-радаре его быть не могло. Но в это время все самое интересное разгоралось в соцсетях. Там просыпался мешочек с петросянами. Вот лучшие из шуток. Это просто рухнули читая надежды и мечты. Это ультразвуковые волны контролируют рождаемость Кировской области. Профилактика раз в полгода. Это экономика РФ обваливается. Рубль опять упал, все нормально. Хлопок. Аналитика, тренды, история. Узнать все, что скрыто. У кого так громко бомбануло и от чего. В репортаже с места событий. А сообразительный админ типичного Кирова решил выжить из ситуации максимум. Если эта запись наберет 500 лайков, выложим официальную новость про хлопок. И не только он. Продам гараж. Паблик Вятская Мозоль пожонглировал ударениями. Вы там одекли или что в своем Кирове? А если вам лен или шерсть показать, все, конец света. Но чуть позже подоспела тяжелая артиллерия в виде меметичных фоточек. Хлопки в Кирове странный предмет. Вроде сверхзвук, а спокойствия нет. Узбогойтесь, это всего лишь сверхзвуковой истребитель. Вот такой Корсар взорвал. Все подумали, что самолет на сверхзвук перешел. Ну а закончим, пожалуй, вот этими двумя высказываниями. На самом деле это сундук с кировскими. Шутками открылся. И за авторством Михаила Швецова. Ну хоть что-то интересное в Кирове. Я лойзнул сразу. Две, две лойзы ставил. Кто? А?